На своей странице в Фейсбуке помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов коснулся вопроса оккупации азербайджанских территорий, этнической чистки, которой был подвергнут азербайджанский народ. В начале 20 века армянские националисты для достижения своей идеи Великой Армении, выдвинутые в программе партии Дашнак-Тютун, изгнав азербайджанцев с их исторических земель, проводили политику этнической чистки и геноцида, в результате чего в 1905-1906 годах армяне совершили резню против мирных азербайджанцев в Баку, Кянже, Карабахе, Ереване, Нахчеване, Ордубаде, Шарудар-Алайзе, Тбилиси, Зангизури, Газахи и других местах. Безжалостно расправились с населением, подожгли и разрушили города и сёла. Армянские вооружённые формирования разрушили более 200 населённых пунктов азербайджанцев в Шушинском, Зангизурском и Джапраийском уездах, в Ереванской и Гяньджинской губерниях, в результате чего десятки тысяч азербайджанцев стали бешенцами и вынужденными переселенцами. Олег Асанов добавил, что далее армяне продолжили политику этнической чистки и геноцина против азербайджанцев. Армяне оккупировали 20% азербайджанских территорий, учинили геноцид Ходжалы. Помощник президента также отметил, что азербайджанцы должны проводить кампании в СМИ, а также в социальных сетях, доносить всю правду о геноцинах, в том числе о Ходжалинской трагедии на симпозиумах и конференциях. Известно, что в переговорах по урегулированию конфликта Армения, выступая с неконструктивной позицией, не прекращает свою оккупационную политику. С другой стороны, тут факт, что международные организации, такие как ООН и ОБСЕ, бездействуют в реализации своих предложений и резолюций, препятствуют передвижениям в переговорном процессе. Помимо этого, за последние 27 лет, созданная в рамках ОБСЕ Минская группа и страны-сопредседатели этой группы, выступая с принципами двойных стандартов, не были намерены оказывать давление на Армению для справедливого урегулирования конфликта. Несмотря на это, азербайджан с уважением отнёсся к предложению международных организаций, в особенности к предложениям ОБСЕ по мирному урегулированию. Это является подтверждением того, что Азербайджан является сторонником мирного решения конфликта. Олег Асанов также отметил, что позиция азербайджана однозначна. Армяно-азербайджанский-Нагорно-Карабахский конфликт может быть урегулирован в рамках территориальной целостности и признанных на международном уровне границ страны.